КРАСНОЕ МЯСО Есть мнение, что красное мясо опасно для здоровья. Оно вызывает рак толстого кишечника и атерослероз сосудов. И подтверждением тому сотни исследований. Вместе с тем не менее многочисленное количество исследований утверждает абсолютно обратное. Более того, красное мясо необходимо для здоровья? Так кушать красное мясо или исключать его из рациона полностью? В принципе наши предки его ели. Вот как это сделать правильно? И просмотрев это видео до конца вы узнаете что полезного несет с собой красное мясо? Какие опасности могут таиться в том самом красном мясе? И где же все-таки истина? Какие же полезные компоненты содержит в себе красное мясо? Во-первых, это аминокислоты. Вернее белки, состоящие из определенных аминокислот. Аминокислоты, большинство из них, должны поступать с пищей. Нехватка всего одной аминокислоты и невозможно собрать соответствующий белок. А белки это двигатели обменных процессов в организме человека и всех животных. Нет белка, нет двигателя, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет. И тут понятны аргументы сторонников красного мяса, которые говорят ешьте его, вам нужны аминокислоты, вам нужен иммунитет не только против вирусов, бактерий, грибов, токсинов, старых клеток и онкоклеток. Их нужно своевременно уничтожать, заменять. И если не будете питаться красным мясом, то проблема возникнет. На планете всего одно животное, это тигр, 100% мясоед. Только тигр приспособился набирать все нужные ему аминокислоты из животной пищи. Все остальные животные, в большей или меньшей мере, находятся на смешанном питании. Так или иначе, они употребляют пищу и животного, и растительного происхождения. И получают нужный для них набор аминокислот. Поэтому, чем разнообразнее белковое питание, а также выше способности вашей личной пищеварительной системы их переваривать, без наличия дисбактериозов в кишечнике и других признаков плохого переваривания пищи, тем выше качество вашей жизни и ее продолжительность. Также красное мясо содержит белки в санитой ткани. У них даже теоретически невозможно получить из растительных продуктов. А нужны они для восстановления хрящей суставов, мышечно-связочного аппарата. Как только не хватает, появляются проблемы в опорно-двигательном аппарате, хруст, затем боль в суставах, на которых появляется артроз, остеоартроз, артрозоартрит, остеохондроз позвоночника. Но это лишь неполный перечень проблем, которые могут возникнуть при употреблении, вернее при неупотреблении красного мяса. Здесь, правда, есть свои сложности. Больше санитой ткани в мясо более старых животных, более взрослых животных. Но там, как правило, больше и холестерина. И здесь важно понять, как усидеть на двух стульях одновременно. Смотрите для этого видео дальше. У растений также есть санитая ткань. И там есть другое полезное вещество. Полисахарид пектин. Это прекрасный сорбент при определенных условиях. Одновременно уменьшающий и частоту рака кишечника. И вероятность развития атерослероза в сосудах. Но это при правильной комбинации продуктов животного, растительного происхождения, красного мяса, овощей, фруктов и зелени. Но вот белки санитой ткани животного происхождения, он, к сожалению, не заменит. Железо. В принципе, его можно взять и из растений, и из мяса. Выбор ваш. То есть, как вам проще. Но, на мой взгляд, проще взять из продуктов животного происхождения. Потому как усвоению железа из них ничто не мешает. В растениях есть определенные тормоза, которые снижают КПД, при усвоении железа из них до процентов 10-15-20. В то время как из красного мяса практически до 100% усвоение происходит. И всего небольшой кусочек красного мяса заменяет килограммы овощей, либо фруктов. Но! В случае отсутствия дисбактериоза кишечника, о чем я скажу чуть позже. Витамины группы В. Их также можно получать не только из мяса, но и из круп, и злаковых. Правда, концентрация, опять-таки, тоже в растительных продуктах не такая высокая. И для того, чтобы получить суточную дозу витамина В1, например, вам нужно съесть буханку украинского хлеба. Это не такая простая задача. Тем более, что хлеб, как и крупы и другие злаковые, содержит достаточно много крахмала. Но если употребление такого количества растительной пищи не сопряжено с физической нагрузкой, если вы съели буханку хлеба и пошли отработали в тренажерном зале, то, вероятно, развитие ожирения. После которого и атеростероз сосудов, и сахарный диабет, и остеохондроз позвоночника, и артроз суставов как минимум нижней конечности, и другие проблемы наслаиваются просто автоматически одна за другой. Поэтому в этом случае также нужно правильно взвешенно подходить к этой ситуации. Но это далеко не все свойства красного мяса, о которых я хотел вам сегодня рассказать. Среди всех витаминов группы В выделяется один витамин, который невозможно взять из растительных продуктов питания. Это витамин, который связан только с продуктами животного происхождения. В организме не синтезируется, микрофлора кишечника синтезируется в ничтожных количествах. Поэтому единственный вариант, как говорится, выбор без выбора. Или красное мясо употребляете, или анемия со снижением иммунитета, работоспособности, ограничением продолжительности жизни. Это витамин В12. Возможно, в некоторых регионах генетически люди приспособились жить при меньшем количестве этого витамина. Но это относится к регионам, где обмен веществ идет очень медленно, очень вяло. Это в основном экваториальная зона. Да, там нет необходимости нагревать организм. И не нужно такое количество кислорода для того, чтобы окислять значительное количество пищи для этого процесса. В условиях экваториальной зоны нужно думать о том, как охлаждать организм, как тормозить обмен веществ. И дефицит витамина В12 в пище как раз и помогает решить эту задачу в этих уникальных условиях. Но если вы живете в этих условиях постоянно, а не периодически. Вот периодически попадание в такие условия, оно не дает вам большого бонуса в тех условиях в данный момент. Так как громадный минус вы получаете при проживании в условиях более прохладных для вашего организма. Где громадное значение имеет количество кислорода, которое переносит кровь. Для окисления нужного количества любых продуктов любого происхождения. Для излечения из них энергии солнца. Для поддержания постоянной температуры тела 36,6. Это важно знать. А дальше я расскажу какие опасности может нести с собой все то же самое полезное до сих пор красное мясо. Смотрите дальше. Какие же опасности могут таиться в красном мясе? Конечно конечные продукты обмена белков. В растительных продуктах, семенах, плодах их минимальное количество. Хотя там есть свои опасности. А в мышечной ткани животных обмен веществ идет достаточно активно. Поэтому красное мясо содержит большое количество конечных продуктов обмена веществ. И если мясо не было подвергнуто достаточной и правильной предварительной обработке. Начинается перегрузка выделительной системы и человека. В первую очередь почек. На фоне неспособности почек очищать полноценную кровь. Развиваются вначале связанные с почками заболевания. Такие как солевой диатез. Мочекаменная болезнь. Периодически обостряется цистит, уритрит, простатит. А затем появляются и отдаленные проблемы. Мастопатия, фибромиома. Высшеперечисленные заболевания суставов. Облысение. Это тоже признак того, что в крови слишком много токсинов. Заболевания кожи, псориаз, нейродермит, экзема. Однако простое предварительное отваривание мяса. И правильная комбинация с растительными продуктами. Существенно снижает эти все риски. Ну а также выбор мяса в зависимости от условий окружающей среды. Вашего возраста, пола, имеющихся заболеваний. Не все так печально. От этих продуктов в принципе можно избавиться. Резко снизив их количество в конечном продукте. Перед употреблением человеком в пищу. И это тоже важно знать. Но это к сожалению не единственный сложный компонент в красном мясе. Поэтому смотрите видео дальше. Второй естественный компонент, который я бы назвал в красном мясе. Это насыщенные животные жиры. В мясе молодых животных. Ягнятина, телятина, поросятина. Опасные жиры присутствуют в небольших количествах. В отличие от баранины, говядины, свинины. Жир которых нужно контролировать как количественно, так и качественно. Особенно жир из говядины и баранины. Он более плотный, более тяжелый. У него температура плавления существенно отличается от той. Она выше чем в организме человека. Поэтому сложно перемещаясь различными путями. Он первично перегружает работу печени. И мешает выполнять печени другие нужные функции. Как и уменьшать риски можно. Опять таки правильные комбинации с овощами, фруктами, зеленью. Борьбой с дисбактериозом кишечника. И регуляции хотя бы в зависимости от вашего пола и возраста. Уровня двигательной активности. Ну и это компонент не последний сложный в красном мясе. Смотрите дальше. Дальше будет еще интереснее. Экологический компонент последние годы и десятилетия приобретает все большее значение. Что я имею в виду? Я имею в виду те условия в которых выращиваются мясные продукты. То ли это открытый способ, то ли это промышленное производство. В любом случае в мясо попадают не самые здоровые компоненты связанные с этими ситуациями. И способ обработки такого мяса влияет на свойства окончательного продукта. И условно если мясо отварили, протушили, запекли. Можно существенно уменьшить эти риски и улучшить его полезные свойства. А вот если продукт коптился, использовался в приготовлении колбасных изделий, консервов. То как правило он дополнительно насытился еще специфическими компонентами. Которые делают его еще более сложным в здоровом питании. И соответственно менее полезным для здоровья. Ну и тут в этом случае многое зависит от вас. От вас зависит ваш выбор. Ну и окончательный результат от экспериментов со своим здоровьем. На фоне таких продуктов питания. А дальше самое интересное. Не переключайте. Где же все-таки лежит истина? Так где же находится истина? А она, вот эта самая истина. Ну как говорят мудрецы. Всегда находится где-то посредине. Между двумя полярными мнениями. Самая большая сложность в системе питания соблюсти этот самый баланс. В кишечнике человека постоянно находятся две основные группы микроорганизмов. Сопрофитные, по-иному условно-патогенные и патогенные. Разница понятна по названию. Патогенные вредят конкретно и сразу. Условно-патогенные при определенных условиях. С обеими группами микроорганизмов. Ваша иммунная система уже отлично знакома. И имеет противоядие к ним. Как минимум в виде антител. Именно потому. Сотни видов микробов. Десятилетиями находятся в кишечнике. Крайне редко проникая в кровь. А чаще. С сожалением покидая вас. С содержимым кишечника. Половина которого. Это тела микробов. Которые в нем размножились. Но по неудачному для них стечению обстоятельств. Покинули ваш организм. Но вторая эта половина осталась. И вот между двумя этими группами микробов. Идет постоянная борьба за вашу еду. Стоит перекормить одних либо других. И появляются проблемы. А вот в полуголодном состоянии. Их оставляет хорошо работающая пищеварительная система. Об особенности которой я расскажу чуть позже. Практически каждый человек знает. Насколько плохо бывает если переесть растительной пищи. Сдутие живота. Нарушенное настроение. Но это не самая большая опасность. Углеводы дают быстрое брожение. А обилие газа в кишечнике. Может критически нарушить работу сердца. Увеличенный объем живота. Ограничивает подвижность диафрагмы. А это венозное сердце. Подкачивающая кровь в грудную полость. И человек со вздутием в животе. Очень похож на девушку в корсете. Которой тоже не хватает кислорода. Это ситуация самая неприятная и очень неприятная. Особенно при наличии болезней. Начиная с банального ВСД. Хуже если есть гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. Сердечная недостаточность. Они все очень жестко обостряются. Просто от переедания растительной пищи. Ну если стоит переесть немного больше мясной пищи. За праздничным столом. То есть вы вложили фактически чуть больше пищи. Чем было у вас ферментов на ее переваривании. Естественно активируются более патогенные микроорганизмы. И происходит примерно то же самое. Однако рис для сердца и сосудов несколько меньше. Просто газы образуются медленнее. В не таких больших количествах. Зато больше нагрузка на печень. На почки. Отреагируют суставы. Потому как больше ядовитых продуктов в жизнедеятельности микрофлоры попадает кровь. От углеводов попадает алкоголь. Да. Другие продукты брожения. Их в принципе не так много. Хотя с брожением связана очень интересная ситуация. Не только алкоголь образуется в брожении. И со временем такое видео появится на моем канале. А пока не буду отвлекаться от темы красного мяса. Чуть больше вы узнаете прямо сейчас. Вот здесь и заложена еще одна опасность красного мяса. Которая усилилась буквально последние десятилетия. Наши предки кушали красное мясо и получали от него те полезные свойства, которые я обозначил в начале этого видео. Почему же красное мясо стало опасным? А потому что в эру антибиотиков, к сожалению, большинство людей используют антибиотики по своему усмотрению. Занимаясь самолечением и без особых для того показаний, применяя их на свой организм. А микрофлора кишечника имеет право, полное право реагировать на такую агрессию. Видоизменяясь с непредсказуемыми для вас последствиями. Хотя последствия уже предсказуемы. Они уже проявились. При контакте с патогенной микрофлорой в кишечнике красного мяса, образуются очень опасные вещества, с которыми ваша печень может не справиться. С одной стороны, это указывало в свое время еще мечников. Присутствие дисбактериоза в кишечнике и на 30% сокращение продолжительности жизни. А в последнее время выявлено, что красное мясо содержит такое вещество, называется L-карнитин. Обработка которого патогенной микрофлорой кишечника дает опасные канцерогены, которые увеличивают вероятность рака толстого кишечника. Плюс они еще раздражают стенки сосудов и способствуют тому, чтобы там крепился холестерин. То есть еще и атерослероз сосудов бесплатным бонусом. В результате на фоне, казалось бы, дисбактериоза кишечника, подумаешь, там вздутие живота, урчание. Дополнительно в организме могут развиваться либо рак, либо атерослероз сосудов. Ну это по максимуму. Продвигаясь содержимым кишечника, они вызывают еще и рак толстого кишечника. Правда для этого нужны дополнительные условия, повышающие вероятность рака именно толстого кишечника. Это запор, это малое количество растительной клетчатки, недостаток антиоксидантов, генетика. В принципе, эти особенности я в свое время описал в этой книжке. Она вышла почти 10 лет назад. Рак, профилактика, ранняя диагностика. Там описаны комбинации различных факторов, которые повышают риск не только рака толстого кишечника, но и рака других локализаций. И это важно знать и целенаправленно устранять негативные факторы, уменьшая их действия на свой организм, чтобы не проверять генетику, которая не всегда у всех на сегодня сильна. Ну а что делать? Смотрите дальше. При относительной слабости почек, когда ваша генетика все же не выдерживает ваш уникальный образ жизни, дополнительно появляются еще проблемы с почками, начиная с солевого диатеза, мочекаменной болезни, с пиелонефритом, почной недостаточностью, ну и с простатитом, аденомой простаты, как непременное приложение к этой системе. Ну а вне почек, как минимум, обменно-дистрофические заболевания суставов, ну и те заболевания, которые я перечислил раньше. Поэтому исключать из рациона питания красное мясо или нет, многое зависит от вашего выбора. Однако, пока есть дисбактериоз кишечника, я бы советовал от красного мяса все-таки воздержаться. Особенно если генетика в плане онкологии у вас не самая сильная, либо есть уже конкретные онкозаболевания, при наличии которых понятно улучшение на фоне исключения красного мяса из рациона. И на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете ставить лайк на это видео или не ставить, отправлять его своим друзьям, знакомым, я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok